Уважаемые коллеги, мой доклад фактически, такое логичное промолвение доклада Алексея Геннадьевича, потому что я просто буду рассказывать о работе еще четырех комитетов по стандартизации ВИСОО. Но начать хочу очень кратко с оценки общей ситуации ВИСОО, которая действует на сегодняшний день. Интересно, Алексей согласится. Вообще, ВИСОО переживает не в лучшие времена, потому что оно потеряло статус органов между государственной стандартизацией на сегодняшний день и поддержку на государственном уровне во многих странах мира. Поэтому на сегодняшний круг очень многих комитетах работу ведут волонтеры-эксперты. Но понятно, что волонтерство такое условное. Фактически финансирование на работе экспертов по международному уровню финансирует тот работодатель, который соглашается на то, что человек будет в этом участвовать. Бизнес-модель ВИСООО, которая сложилась в ранние времена, она сейчас неэффективна. Нет смысла покупать документы ВИСООО, на которых они очень хорошие деньги зарабатывали. Когда все ту же информацию, очень часто можно без клава скачать интернет. Сократились доходы от сертификационных стандартов, например, все менеджменты качества, на которые раньше все молились. Сейчас идет такой умный гнор, я бы сказала. Ну и, конечно, как и во всем мире, выдается сильная нехватка экспертов-специалистов, которые способны заменить уходящих представителей старших поколений. Вот сейчас идет смена поколений, но, конечно, европейские эксперты отличаются тем, что как только их отправляют в комиссию, они уходят вот со всех таких экспертных сообществ и прекращают свою деятельность. Почему? Не понимая. Ну, просто они считают, что если не платят деньги, то работать несложно. Ну и, конечно, сблики в национально-техническом составе теперь тоже очень сильно наблюдаются. Во всех случаях, в тех четырех технических комитетах, в которых я работаю, очень активно начали действовать товарищи из Азии, начиная с китайцев, корейцев, японцев. Ну и, если кто хоть как бы сталкивался с, как бы это правильно назвать, английский-японский, английский-китайский или китайский-английский. Вот, потому что товарищи, конечно, английский знают, но большинство народу, когда они начинают говорить, их просто и тогда не понимают. А поскольку сейчас, в общем, работа с стандартами идет в онлайн-режиме, это бывает достаточно серьезная проблема. Ну и это влияет очень серьезно на качество документов. Значит, я буду рассказывать о работе в целом ряде технических комитетов, подкомитетов и, соответственно, рабочих группах этих комитетов. Значит, их всего четыре. Два из них точно относятся к управлению информацией и документацией 46-й ДК, информацией и документацией 171-й ДК, а программное приложение для управления информационного материала, или вот все ПДС. ПДС это все одно из. И еще два технических комитета, можно сказать, со всех молодых ранних. Это технологный блокчейн и распределенных реестров, он несколько лет назад их создал, и, конечно, искусственный интеллект. Значит, вот, что характерно, вот из этих четырех технических комитетов, в трех, я не помню, попросили. Там нет других россиян, можно так сказать. А вот искусственный интеллект, там команда достаточно интересная, сборная, и весьма неплохо там нам получается работать. Я считаю, что это правда. Значит, кратко по вот этим техническим комитетам. Но, прежде всего, я бы хотела сказать еще одну реплику. Вот еще в первый день заговорили, когда про стандарты, представитель одного из технических комитетов сказал, что были притеснения, так сказать, и россиян притеснили. Да, действительно, это была такая ситуация, когда решением самого ИСУ были прекращена деятельность и были остановлены деятельность всех рабочих групп технических комитетов, которые возглавляли россиян. Вот в ТК вручили, у нас самая руководитель маршалка, рабочую группу, вот и ее прикрыли. Но дальше было очень интересно, потому что мы начали ожидать, что выкинуть всех экспертов россиян. Ну, как-то это все прошло мимо, а потом и после я получила очень интересную информацию, что ИСУ провело опрос экспертов других стран на предмет того, чтобы россиян выкинуть. И большинство проголосовало против. И вот это очень интересно. И отмечу свой опыт из четырех комитетов. Я не рада не сталкивалась с экспериментацией и национальными признаками, и это очень хорошо. Вот, значит, теперь смотрите, что с 46-м техническим комитетом. Там есть очень интересный стандарт, он фактически уже готов. Это стратегическое управление информацией, вот такой высокоуровневый документ, который, то сказать, может очень нам помочь, как методические документы. Совершенно понятно, я вот согласна с Алексеем, что вообще эти документы, как методические, надо в первую очередь это осматривать, они как обязательства будут применены. Более того, по нашему управлению информацией и документацией у нас совсем беда, беда со всеми этими документами. И с подзаконной базой софт тоже не очень хорошо. Поэтому благодаря тем стандартам, что мы не только участвовали в разработке, но и потом еще переводили, и они стали густыми. У нас есть определенный запас стандартических документов, на основе которого мы можем наших специалистов, которые на английском ее владеют, познакомить с современными подходами и технологиями. Ну и спорим мы там достаточно будро. И по двуму правилам. Первое. Мы бьемся за то, чтобы ни один пункт, ни один абзац этих стандартов не противоречил российской законодательно-нормативной базе. И нам удается. А второй момент. Мы включаем туда в качестве предложений, которые не всегда проходят, к сожалению. Но те нормы, требования, положения, которые мы считаем важными для наших российских специалистов в сих уровне в отношении управления информацией. А после этого, когда мы этот стандарт переводим, попробуем этот абзац оттуда исключить. И мы начинаем на этот абзац тыкать и говорим, что вот смотрите, вот в этом международном стандарте, как правильно сказано. Мы, конечно, не говорим, что-то мы туда вписали, но это есть. И вообще-то, конечно, хорошая идея, потому что это концепция. Концепция стратегического управления всей информацией. И она предусматривает объединение усилий представителей всех информационных профессий и всех заинтересованных в информации сторон. И главная задача взять под контроль всю информацию и обеспечить ее согласованным правом. И вот эту вот идею мы планируем, если удастся, этот стандарт на следующий год включить в качестве перевода и создание мусора, особенно его. Причем, в чем проблема этого технического комитета, значит, темпы работы снизились. И, к сожалению, большинство проектов сходятся к внесению изменений по праву в ранее существующие уже стандарты. Это дело, конечно, хорошее, но это, значит, не тормозит развитие вперед, потому что куча проблем и задач есть не только в нашей стране, но и в других странах. У руководства подкомитета вот этого 46-го есть желание заняться актуальными вопросами, но они однока, так сказать, у них очень большая проблема с экспертами и консервативностью этих людей, опыт создания. Но очень интересный есть опыт, когда руководитель комитета под себя пригласила тех экспертов, которые наиболее активно работают в подруге, и она регулярно собирает совещание тех экспертов для обсуждения насущных проблем. Причем в ближайшее время ее сменит другой человек, и он уже сказал, что он вот эту группу по себе сохранит, потому что она помогает составлять данное развитие. Какие проекты в работе есть, которые интересны? Запрограммированное управление документами. То есть это главным образом описание управления документами в деловой системе. Это у нас есть такая уже проблема, потому что она не только в сервисе сохраняется, в системах электронного документа оборудования, но и вообще в интервью с системами документа сохраняется. Как там имя управлять? И управление документами в среде структурированных данных. И вот тут вопрос возник, не смогли прийти к единству, что такое структурированные и не структурированные данные. Спорили, очень-очень большое время. Еще какие-то документы в работе, и мы на них уже как бы вас положили. Первое – это уничтожение документов, процедура. Мы выходим на старую СИДИ и достаточно много современных идей закладывается. Потому что мы там очень активно потоптались, можно сказать, и в первую очередь в отношении электронных документов. Еще один документ управления документами в блокчейне – это совместно с 307 комитетом мы там работаем. Я не знаю, представителям экспертного сообщества 307, я там, или этого, не важно. Но мы очень тоже там стараемся тоже выходить на стадию СИДИ и рассматривать особенности управления документами и включения их в разделенные регистра. То есть это такой механический документ, который может помочь при разработке как раз распределенных регистра. Ну и управление документами в искусственном интернете, куда же не уйдется, и как раз здесь 42-й объединенный комитет. Мы там тоже поднимаем участие и предполагается рассмотреть управление документами именно в этой связи. Что касается 171 комитета, это стандартное управление документами и контентом с точки зрения искусственных решений. Было выпущено немало хороших документов, сейчас качество проектов достаточно сильно снизилось. Работаем мы прием уже более 10 лет. И прежде всего проблемы их на скандале. Потому что там молодежь, которая приходит из разных стран мира, очень узконаправленные специалисты, не хватает широты и взгляда, потому что для стандарта это очень привыкненно, иногда приходится лекции просветительные читать в отношении этих вопросов. И очень привыкненность, когда приходят со своим стандартом, вот кроме заинтересованных, вот принимайте как есть. То сказать, и это, к сожалению, такой текущий проблемный момент, более всех как нужен, мы не всегда можем переведить. Вот, но у нас есть хорошие оружия против таких стандартов. Мы их не переведем. Ну и большого внимания обеспечения доверия контенту, обеспечения долговременной сохранности. Один из стандартов, который очень интересен, это стандарт управления грифованной информацией. Он состоит из двух частей, причем если первый стандарт английский весьма неплох, то вот второй пытались коллеги из Азии представить, пока нам не очень нравится. Значит, что касается 307-го комитета. Шума было много по всему миру, более тысячи экспертов туда записано, реально работают в группах 5-7-8 человек. Вот, от России я все статусы и ушли оттуда. Несмотря на то, что есть зелекальный комитет, который вроде должен как бы это, но у них вообще успехов никаких, они должны перевести не один из тех стандартов, что разработаны, они не с вами. Но проекты есть. Есть новая редакция технологического словаря, фактически, у стандарта. Причем там ударно работали очень хорошие эксперты в сочетании и учений в информационной безопасности и специалисты в области ТУ архивного дела. И там откачивался каждый термин. Вот это вот вещь хорошая, и нужно будет, конечно, заняться переводом. Вот. И документы о стратегическом управлении в контексте блокчейна. Вот это тоже такое направление, вот эти все концептуальные стандарты стратегического управления. Но обращаем внимание. Значит, что касается искусственного интеллекта. Значит, многие аспекты искусственного интеллекта непосредственно связаны с управлением документами информации. И выделю два вопроса, которые вот с точки зрения управления информационной документацией очень важны. Первое – это объяснимость и подотчетность искусственного интеллекта. Она струится на основе документирования. Как это все встроить в искусственный интеллект, чтобы можно было объяснить, почему он принял то или иное решение, или учил только эти данные, а другие проигнорировали. Вот это важный вопрос. И пытаемся там, там активно работают представители других специальностей, российские специалисты, но нас пригласили именно как специалистам управления информацией подключиться к этому вопросу. И второй вопрос – дарение условиях, когда искусственный интеллект способен производить особо технологические фальшивки. Мы это все прекрасно уже знаем, да? Каждый миральный документ обрастает взаимосвязями. Выполку искусственного интеллекта это становится возможным. То есть, когда искусственный интеллект создает целый туман документ, который объясняет, почему он принял такое решение. И выпуск фальшивок, которые идут на отличие от отвода нибудь, это проблема, которую мы тоже обсуждаем и пытаемся решить. Причем есть подроба по качеству данных или жизненному цифру, где мы обсуждаем обеспечение качества данных, в общем-то, имеет очень много общего с обеспечением качества документов. И в этом направлении мы пытаемся это все срастить. Что, с моей точки зрения, важно, и почему мы очень активно работаем. Почему я хочу обратить внимание, что если бумажное первое заседание таких технических комитетов – это два раза в год на неделю в какую-то страну, то сейчас работа и работа очень других тех-технических комитетах, о которых я сегодня рассказываю, это как правильные еженедельные двухчасовые встречи, а то не один раз, где мы по шагу обсуждаем все тексты этих стандартов. Это совершенно другой уровень работы, и это позволяет как раз в удаленном режиме, не сильно отрываясь от основного, а вот это поделит. Но с учетом того, сколько комитетов рабочих групп, у нас когда бывает, что у нас с 8 утра до 2 часов ночи заседание каждые 2 часа, ну, ничего, вроде бы держали. Но с моей точки зрения, эта возможность работать на стадии проектов позволяет учесть особенности российского законодательства при разработке текста документа и облегчить последующую адаптацию стандартов ИСУ в качестве национального стандарта. Более того, технический комитет ИСУ, вернее, технический комитет по искусственному интеллекту, вот наш российский, они сейчас стараются ряд ключевых стандартов по искусственному интеллекту переводить просто в параллель. То есть, как только появляется CD-проект, идет уже перевод стандарта, и самый главный, этот перевод на рабочей группе уже российского комитета обсуждается по каждому обзаку замечаний, обсуждения, какие цены, как лучше перевести, как лучше по-русски сформулировать, чтобы было понятно. Участие в разработке стандарта позволяет, в общем, без первых рук, получать информацию о положении дел в той или иной отрасли, в тех или иных странах мира и обвиняемых золотом. По уничтожению нам пришлось, коллегам, фактически целую лекцию прочитать, как у нас это все организованно и предусмотрено, потому что многие из стран такие вещи, как экспертиза ценностей документов, экспертные комиссии, документы о выделении и уничтожении, они о них первый раз от нас услышали. Вот, такое тоже бывает. Ну и стандарты ИСУ полезны как методические документы при разработке отечественных нормативно-правовых актов и стандартов. Я регулярно отслеживаю ситуацию с упоминанием этих стандартов нормативно-правовых базов наших, да, в консультансе, например, и меня радует, что вот те стандарты, которые наши рабочие, фактически группы, команды были переведены в отношении управления документами и информацией, они регулярно, концептуальные документы ведущих ведомств, на них ссылка есть. Вот. Ну и сразу скажу, что вот от тех стандартов, что я вам сегодня рассказала, о деятельности и о многих других стандартах, других комитетах, связанных с управлением информацией, у меня на логию нужно посмотреть. Вот. Там были тысячи посолов, на мой взгляд, стандартизация. На этом мое выступление закончено. Если есть вопросы, готовы ответить.